Дорожно-транспортные происшествия Один человек погиб, один получил телесные повреждения, причинен материальный ущерб Так, в минувшую субботу около 4 часов 40 минут на втором километре автодороги на Ринмарк-Красное водитель иномарки, двигаясь в сторону поселка Красное, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет На момент дорожно-транспортного происшествия в транспортном средстве находилось 5 человек Водитель автомобиля 1994 года рождения погиб на месте А четверо пассажиров бригады скорой помощи доставлены в приемный покой Ненецкой окружной больницы где им оказана медицинская помощь По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка 13 августа около 9 часов у жилого дома по улице Октябрьской города на Ринмаре произошло ДТП с участием двух иномарок В результате ДТП водитель одного из транспортных средств 79 года рождения бригады скорой помощи доставлен в приемный покой окружной больницы Госавтоинспекторы проводят проверку, выясняют обстоятельства совершенного ДТП С 25 июля по 7 августа текущего года на территории города на Ринмаре и поселка Искатели сотрудниками госавтоинспекции в целях повышения эффективности надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом, автобусами а также профилактике правонарушений среди водителей проводилось профилактическое мероприятие «Автобус» В ходе мероприятия сотрудниками технического надзора окружной госавтоинспекции осуществлена проверка технического состояния автобуса в соответствии необходимой документации у водителей Всего сотрудниками полиции проверен 31 автобус, нарушений не выявлено Также в рамках профилактического мероприятия сотрудниками отдела ГИБДД с водителями автобусов на Ринмарского АТП проведено занятие о недопущении нарушений правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок 7 августа 2017 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том что в квартире жилого дома по улице Пионерской города на Ринмара обнаружено тело мужчины 80-го года рождения с признаками насильственной смерти На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Полицейскими в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ходе совместного распития спиртного между отцом и сыном возник конфликт, в результате которого отец нанес сыну несколько ножевых ранений в область груди От полученных травм сын скончался на месте А отец доставлен в Ненецкую окружную больницу с сердечным приступом В настоящее время на Ринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации 8 августа в дежурную часть окружной полиции обратился житель Наринмара с заявлением о краже из его квартиры денежных средств На место происшествия выехала следственно-оперативная группа В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что потерпевший, передав своему 32-летнему знакомому свой автомобиль для личного пользования, забыл в нем ключи от квартиры Зная, что семья потерпевшего занимается предпринимательской деятельностью и в квартире может находиться крупная сумма денежных средств злоумышленник взял ключи от квартиры из автомобиля и, воспользовавшись отсутствием жилища хозяина, незаконно проник в квартиру и совершил хищение денежных средств в сумме 600 тысяч рублей В настоящее время следователем Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А.В. части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации Кража, совершенная в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания Управления Расследование продолжается В другом случае, 30 июля, в дежурную часть полиции обратились два жителя округа с заявлением о краже имущества из автомобилей В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что 10-летний подросток, стоящий на перфилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних управления, незаконно проник в салоны двух автомобилей и совершил хищение имущества На момент совершения кражи автомобили не были закрыты и поставлены на сигнализацию В первом случае юный злоумышленник из салона автомобиля совершил кражу бумажника, в котором находились золотые изделия и банковские карты А из второго автомобиля украл сумку с документами В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцам По данным фактам сотрудника окружной полиции проводится проверка Полицейские предупреждают жителей округа Всегда закрывайте свои автомобили и ставьте их на сигнализацию Даже если вы отлучаетесь всего на несколько минут Берегите свое имущество, не давайте шансов преступникам обогатиться за ваш счет С июля 2016 года по февраль 2017 19-летняя жительница города Нарьенмара через социальную сеть ВКонтакте Совершила мошеннические действия в отношении жительницы Ярославской области В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено Что мошенница, зарегистрировавшись в социальной сети под выдуманным мужским именем Вступила в переписку жительницы Ярославской области В ходе переписки в социальной сети Аферистка завела личные отношения с потерпевшей Используя доверительные отношения с женщиной Мошенница под различными предлогами Просила занять у потерпевшей в долг денежные средства Доверчивая женщина, испытывая симпатию к своему новому знакомому Не задумываясь, переводил на банковскую карту аферистки денежные средства В общей сумме 650 тысяч рублей Следователем Следственного отдела управления МВД России по Ненецкому автономному округу В отношении подозреваемой Возбужден уголовное дело по признакам преступления Предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество, совершенное в крупном размере Полицейскими, совместно с сотрудниками казенного учреждения Центра природопользования и охраны окружающей среды В городе Наринмаре, на берегу реки Печора В районе жилого дома номер 2 по улице Совхозной В ходе совместного оперативного мероприятия По охране и профилактике в сфере сохранения водных и биологических ресурсов В акватории реки Печора Был задержан житель региона У которого в лодке находилось более 500 килограммов рыбы У данного гражданина при себе не имелось никаких разрешительных документов На вылов водных биоресурсов Сотрудниками полиции изъято 87 экземпляров рыбы породы семга 11 горбуш и 4 краснокнижных рыбы породы нельма А также лодка с мотором По данному факту стражами порядка проводится проверка По результатам которой будет принято процессуальное решение 11 августа в преддверии празднования Всероссийского дня физкультурника Сотрудники окружной полиции организовали для детей из местной общественной организации Федерации современного танцевального спорта города Наринмара Акцию «Зарядка со стражем порядка» Инструктор по изучению боевых приемов самообороны Майор полиции Игорь Кинсминавичус Вместе с другими полицейскими Рассказал ребятам В каких случаях стражи порядка применяют боевые приемы борьбы Спортивное мероприятие началось с разминки Дети старательно выполняли все упражнения, которые показывали полицейские После проведения зарядки окружные полицейские показали ребятам основные боевые приемы Которые используются сотрудниками полиции при задержании правонарушителей Дети попытались повторить выполнение приемов А опытные инструкторы всячески помогали ребятам в ходе выполнения упражнений Завершилось мероприятие совместным фотографированием Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений Сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26 Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю Будьте бдительны, берегите себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова